Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Лично я познакомился с этим бизнесом 15 лет назад в Сиднее, в Австралии. К тому времени это предпринимательство уже 20 лет функционировало в Австралии. Мне оно очень понравилось. И я так подумал, что я испробую себя в этом. И у меня очень красиво начал расти мой бизнес. И после этого мы узнали, что этот бизнес будет открываться и в Венгрии. И я тогда подумал, что Венгрии ничем не хуже, чем австралийцы. И если австралийцы это хорошо умеют делать у себя, то, наверное, и в Венгрии будет работать неплохо. В Венгрии была первая страна из больших стран. И этот бизнес достиг в Венгрии очень больших успехов и до сих пор мы говорим о очень хорошем росте этого бизнеса в Венгрии. Затем по очереди открывались Поляки, Польша, Чехия, Словакия и другие восточноевропейские государства. И во всех этих странах этот бизнес очень успешно функционирует. Поэтому мы абсолютно уверены, что здесь на российском рынке этот бизнес вырастет до очень больших размеров. Единственное, что мы не знаем, в чьих руках этот бизнес будет. Мы не знаем, кто будет тот человек, который для себя лично добьется больших успехов в этом бизнесе. Именно поэтому мы проводим вот эту информационную встречу. Чтобы вы познакомились с этой возможностью. Чтобы вы известили те шансы, которые даются вам в руки. Потому что никто не знает, может быть вы будете тем человеком, который построит в этом самый большой бизнес. Я немного, в двух словах, обрисую, как строится этот бизнес. Сколько денег можно заработать в этом бизнесе? О каких товарах идет речь в этом бизнесе? И потому что здесь у нас немного больше, чем есть, чтобы мы не выходили и не заходили снова. Я очень быстро в двух словах расскажу, как нужно это делать правильно. Это такое предпринимательство, для которого не нужно специальной подготовки. У нас есть специальная программа семинаров, на которых мы обучим любого человека, если он хочет, как нужно этот бизнес делать. Мы в всей стране будем организовывать бизнес семинары, где будем проводить обучение этого бизнеса. Здесь, в Москве, например, такой ближайший семинар состоится в субботу 26 марта. Ну, например, я буду в Самаре, Иркутске буду, Екатеринбурге буду. С очень многими руководителями мы объездим всю страну, чтобы научить тех интересующихся, которые хотят знать, как нужно сделать этот бизнес хорошо. Вам не нужно располагать капиталом для начала этого бизнеса. В этом бизнесе вы можете попасть только по рекомендации кого-то. Вас тоже кто-то пригласил. Мы не пригласили сюда, и вы видели, что мы не давали объявления ни в газетах, ни в радио, ни в телевидении. Мы сказали и обращались своим друзьям, старик, посмотри, если тебе понравится, давай вместе это делать. Если вы начнете этот бизнес, у вас будет спонсор. Кто будет вашим спонсором? Тот, который вас сюда пригласил. Каждый из вас получит свой персональный идентификационный код. И вы подпишите договор, который состоит из трех экземпляра. Первый экземпляр вашего договора попадает в компании, где происходит компьютерная регистрация вашего договора. Один остается вашего спонсора, и один остается у вас. И фактически это закрепляет ваши права, которые вы можете получать в этом бизнесе до конца своей жизни. Вы получите доступ к таким товарам, которые можно только лишь в этом предпринимательстве. Ни в каком супермаркете, магазине или каких-то других местах эти продукты не будут продаваться, они будут продаваться только через ваше предпринимательство. А цель вашего предпринимательства сделать оборот в вашем бизнесе. И это будет вашей целью. Вы можете заказывать эту продукцию. Вы можете заказывать эту продукцию в себе, так как вы купили ее в своем предпринимательстве. И ваши знакомые могут получить доступ к этим товарам через ваше предпринимательство. Давайте предположим, что вокруг вас в вашем окружении найдется 10-20 человек, которые будут через ваш бизнес покупать себе эту продукцию. Как это образовывать, я чуть позже подробно скажу. Каждый продукт имеет, кроме цены, еще так называемые ценки в баллах. И компьютер эти баллы будет подсчитывать. На российском рынке один балл равняется 40 рублям. И есть таблица, которая будет измерять вашу производительность, и, согласно которой вы будете получать все большую вознаграждение денежное, в зависимости от того обороты, которое вы делаете в баллах. Один из вас, у которого в месяц накопится более чем 200 баллов, или, другими словами, сделали оборот 8000 рублей, то он получает 3% вознаграждения за сделанную работу. Если 600 баллов, то 6%. 1200 баллов, 9%. 2400, 12%. 2400, 12%. 4000 баллов, 15%. 7000, или выше, 18%. И с 10 000, или выше, 21%. И прежде всего 10 000 баллов, или больше, ваша вознаграждение составит 21%-от сделанную обороты. Теперь вопрос, как можно накопить такой обороты? Здесь есть у вас. Возможно, вернемся к вашему примеру. Вот весь ваш клуб покупателей. Сколько люди тратят в среднем на товары, по уходу за домом и подобные вещи? Ну, наверное, не столько, чтобы набрать 10 000 баллов обороты. Мы можем взять такой пример, что, используя ваше потребление и заказы ваших покупателей, вы накопите 200 баллов в этом месяце. В терминке Махасон. Скоро бы 20-30%-от. Вы можете заработать на этом разницу в цене между оптовой и розничной ценами. Это где-то 25-35%. Плюс вы еще получаете 3% вознаграждения в конце месяца. В рублях, если в этом все просуммируем, 2640 рублей. Это не какие-то большие деньги. Но, в принципе, как-то странно это основа всего бизнеса. Когда я в Сиднии встретился с этой возможностью, я работал человеком, который организовывал сделки. Я продавал компьютеры, продавал офисное оборудование, копирование устройства. И 100 тысяч долларов в месяц. И когда мне показали этот бизнес план, что нужно сделать оборот всего 8 тысяч рублей, 200 баллов. Это было вице. Но это кто-то может сделать. Потому что это действительно любой может сделать. Если вы показываете этот бизнес другим людям, то эти люди могут решить так же, как вы решили. Что они точно так будут совершать свои покупки в этом конкретном месте. Они испробуют эти товары у себя. И если им понравится сама бизнес-концепция, они точно так, как и вы могут выстроить свое бизнес-предпринимательство. Давайте предположим, что вы будете всего 6 ваших знакомых из вашего круга общения подключиться к вам, и вы вместе будете строить бизнес дальше. И давайте их обороты, их бизнес тоже будет 200 баллов. Все люди в этом предпринимательстве добровольно подключились, и никто не является ничьим начальником. Каждый строит свой персональный бизнес, и то делает, что он считает нужным. Именно поэтому в жизни никогда это не будет так красиво выглядеть и одинаково. И это только один пример. Вы не обязаны сделать 200 баллов. В этом бизнесе вообще нет никаких обязательных вещей. И что тут происходит? Вы и 6 ваших друзей покупали в одном конкретном месте. И ваши обороты будут складываться. И ваши обороты будут складываться. Получается, что у нас 1400 баллов обороты образовалось за этот текущий месяц. И 9% от этого обороты будут выплачены. И 9% от этого обороты будут выплачены. И то, что остается, остается вам конкретно в рублях. А какой сумме идет речь? 5,040 рублей. 5,040 рублей. Опять-таки не очень большие деньги. Но это может расти. И ваши друзья получают то, что вы получили. Вы спонсор. И они могут решить, что они будут дальше строить свой бизнес. Давайте возьмем у бывающий пример, который будет говорить о том, что только 4 человека подключаются к ваших партнерам. 4 семьи решили, что да мне это интересует у каждого из ваших партнеров. И мы будем отсюда совершать свои покупки. И у них будет еще несколько человек, которые у них тоже будут покупать. В общем у них тоже будет 200 баллов обороты в месяц. Иными словами, ваш партнер достиг оборотов 1000 баллов. И он получает за свой оборот 1000 баллов 6% от своего оборота. Он получает свое вознаграждение. Не от вас. И не от своего спонсора. Компьютер напрямую высчитывает ход каждого партнера и перечисляет это на банковский счет. И в данном случае предпринимателя. Но у вас, поскольку 6 таких группы, это 6200 баллов. То есть 6000 оборотов ваших групп и 200 ваш оборот. И естественно вам за это тоже полагаются какие-то деньги. Это примерно 22800 руб. Это уже где-то составит около 22000. или 800 рублей. То есть это, рассматривайте это как дополнительный доход, потому что вы сегодня зарабатываете. Но это может быть еще и дальше, чтобы развиваться. Могите, мы оставимся возле убывающего примера. То есть ваш партнер спонсирует только двух своих партнерских друзей. Ну и так далее каждый человек. И если это посчитать до конца по всей группе. Кто может посчитать сколько человек получается в группе? Кто хорошо быстро посчитает в голове? Если каждому множим на 200 баллов, то у нас получается 79 человек и 15800 баллов оборотов. Мы достигли максимального уровня вознаграждения. И вам полагается то вознаграждение, которое полагается за создание такого бизнеса. 57800 руб. Конкретно, что важный ход будет составить, это около 57840 рублей. Там, например, в месяц. Вопрос, за какое время можно выстроить такой бизнес, который будет вырастить такие деньги? Это может делать и быстро, это может делать и медленно. Но если мы посмотрим всех людей, которые когда-либо достигли оборота 10 000 баллов, или больше? Основная масса людей сделала это за 6-12 месяцев работой. Кто в зале кто-то, кто меньше, чем за 6 месяцев достиг этого оборота? Руки поднялись. Кто позже, чем на 6 месяцев, больше 6 месяцев затратил? То есть, что быстрее и медленнее. Ну давайте посмотрим, что произойдет тогда, если ваш партнер тоже подключается в этот бизнес. И достигает нем оборотов 10 000 баллов. То есть он начинает получать 21% от своего оборота. Да. Если вы правильно понимаете эту схему, увидите, что ваши деньги получали от того, что у вас всегда была бонусная разница между общим оборотом и оборотом конкретно каждой группой. Но ваш партнер, который сделал пару 10 000 баллов, получает 20%, он уже теперь начинает зарабатывать эти же деньги. А что вы в таком случае? И бенеду я пенс. И тут начинаются, появляются новые доходы. Эй нитсазалейкош ютолейк. Так называемый 4% лидерский бонус. Амит эзотан азизлет утан физетнек. Которые выплачиваются, будет выплачиваться вам за создание вот этого предпринимательства, которое обведено красным. Вам оплачивают это, потому что вы создали этот оборот. И этот оборот будет и в следующем месяце. Амит эзот, почему бы его там не было, его опять выплатит. И если в следующем месяце там есть оборот, почему бы его там не было, его опять выплатит вам. Вы очень просто делали этот бизнес. Как будто бы вы открыли магазин. В которые ходят люди и каждый месяц что-то себе покупают. И до тех пор, пока оборот будет 10 тысяч баллов или больше, вы будете получать 4% от этого оборота. Сколько минимально составляют эти деньги? Ну давайте посчитаем. 400 тысяч рублей оборота. И 4% от этого 16 тысяч рублей. Если это увеличится оборот два раза, то увеличатся эти деньги два раза. Если у вас есть шесть таких групп, которые делают такой оборот, то в этом бизнесе это уже считается очень большим результатом. И он приносит очень серьезные доходы. И благодаря такому бизнесу может достичь жизнь очень исключительных вещей. Угу. 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 Имеет уже шесть, и деливающаяся группа начинает получать целый ряд других бонусов, среди которых есть такие, которые выплатываются ежемесячно, и есть такие, которые выплатываются один раз в борт. Я бы не хотел себе застрелить свою внимание на этом и вашего, есть специальные книжки, в которых это все описано. Но надо знать, что такой бизнес, деливающаяся группа, называется бриллиантовым бизнесом. Это где-то 280 тысяч рублей в месяц он может приносить. Это уже неплохая идея, я думаю. Но для того, чтобы построить такой бизнес, нужно время. За какое время здесь в России можно построить такой бизнес? Ну и опять же, если мы обратимся к статистике тех людей, кто достиг бриллиантов уровня в этом бизнесе в разных странах, для этого нужно 2-5 лет серьезной работы. 2-5 лет. В 6 группы, которые делают постоянный оборот. Это может принесить вам 280-300 тысяч рублей в месяц. Эта бизнес возможность одинаково открыта для любого человека. Я, Сидимен, Австралии, не встретил больше таких возможностей, которые смогли бы работать. Если откровенно, я лично в Сидиме, Австралии, не встречал другой возможности, которые мог бы зарабатывать столько денег. Я себе думал так, что лучше я потратить 2-5 лет в своей жизни, но я это сделаю. И чем 40 лет отработаю на каком-то рабочем месте, потом буду ждать пенсии. Есть такие люди, которым никогда не получалось этого делать. Я встречался с такими людьми. Но я встречался в то же время с такими людьми, у которых за 10 месяцев построился такой бизнес. В России может он будет победить, но в данном случае этот рекорд был достигнут в Новой Зеландии. Мне лично нужно было 18 месяцев для этого. Здесь есть мой приятель, 6 лет ему понадобилось, это мой лучший друг, мы вместе играем, ведь песочницей. Здесь есть в Словении, которому 4 года понадобилось в Словении, чтобы построить бриллианты. Я их представлю вам на русских слов буквально. А здесь Варга Валентина, которой 6 лет понадобилось для того, чтобы построить бриллианты. Мы не знаем, сколько вам понадобится времени для этого, да и вы этого знать не можете пока. Пробуй, аки магат. Но вы можете испробовать себя. И тогда мы узнаем. Но какая разница, сколько времени на это уйдет? Он в том, что вы при помощи этого бизнеса можете создать такую вещь, которая является в Украине. Но это очень редкая вещь в мире. У вас есть деньги. И у вас есть время. Это очень исключительная вещь. И очень мало людей могут достичь этого в своей жизни. Большинство людей занимаются такой деятельностью в своей жизни. И он занят такой карьерой и своей жизнью в достижении успеха в такой сфере, в которой, в принципе, невозможно этого достичь. Аккарь не энергию, он не может достичь того, чтобы у него были деньги и времена. Вы знаете, есть очень много бизнеса, в мире, в которых можно зарабатывать намного больше, чем здесь. Но чаще всего у человека вся жизнь уходит на то, чтобы зарабатывать эти деньги. И у меня нет времени для снижения и друзей. Есть очень много людей, у которых напротив есть очень много времени и целая море времени, но они занимаются ни тем, чем могли бы себя реализовать на лучшем образом. Это семейное предпринимательство. Если кто-то регистрирует, это значит, что ему и жена находятся в этом бизнесе. Я точно так свои супруги строю этот бизнес. У нас это 400-500 баллов есть каждый месяц. Это больше занятие моих супруги. И эти товары люди у нас покупают продукцию. Немного не нужна, пару тысяч рубль-рабонта, но они получают продукцию. Нам безусловно уже нет необходимости зарабатывать на этом деньги. Люди все равно привычка, они уже покупают и мы на этом зарабатываем. Это хорошо, это хорошо. Какие продукты говорят? Ну, в общем, до сих пор мы говорим только о деньгах, и вроде все чуть-чуть хорошо. Но о каких товарах идет речь? О каких товарах идет речь, которые доказали свою состоятельность на всех рынках, где они до сих пор продаются? А термейкинг на большинство из Америки. Большой счастье продукции производят в США? А МВВАЛАЛАТ, а также и другие компании? Под ИГИДОЙ, в основном это производство компании МВА, либо это фирма, которая связана с ней в одной корпорации? Это высочайшая качество. 100% гарантия удовлетворения этой продукции. И по большому счету в мире это дефицитные товары, их разбирают как сахар. В Швейцарии, как и в Германии, и так далее. И в ваши руки, что очень приятно попадает товар того же качества из того же завода, из которого попадает в Германию или в какую-то западную страну. Вы начинаете свою деятельность в России предлагая 40 наименований продукции. И вам надо было бы познакомиться с этой продукцией. Каким образом? Начинайте пользоваться ею. Вы будете знать, как нужно пользоваться тем или иным продуктом. И если вы убедитесь в том, что это действительно хорошее качество, то вы можете отценить чистого сердца предлагать своим друзьям и знакомым. Но я знаю уже точно, что настолько быстро будет развиваться ассортимент продукции, что вы не сможете держать, так сказать, не будете успевать за ростом ассортимента. Через несколько лет это будут сотни наименований товаров. И очень скоро вы сможете это заказывать через интернет всю продукцию себе на дом. Например, в Венгрии мы через этот бизнес им доступ к ста тысячам товаров. Водофон, элэфизетист, и телефон, и с этим керестом мы тоже можем заработать. Используя это предпринимательство, я могу купить себе мобильный телефон, я могу купить себе контракт с фирмой Водофон, например. В Америке это бизнес под названием Квикстар известен. Более чем один миллион товаров можно приобрести через... Все, что можно себе представить. Но это наше будущее. Но в начале вы получили в свои руки 40 наилучших товаров, на которых можно сделать лучшие деньги. Шампунь для волос, зубная паста, зубные щетки, универсальные чистящие вещества, косметика, сензационные термейки. И наши дамы будут обожать эту продукцию. Ну, в принципе, как бы позвоночником этого бизнеса является, позвоночным столбом являются наши дамы, поскольку они больше пользуются этой продукцией. И они очень часто разговаривают друг с другом, кто где что купил, и где, и как, и так далее. Это идеальная предпринимательская возможность для наших дам. Товары замечательного качества. Но позвольте вам пару слов сейчас рассказать о том, как будет действовать эта предпринимательство. Да, потому что если посчитать во всем мире, оборот МВА составляет несколько миллиардов долларов. Это очень надежная, очень корректная фирма. И не странно, что МВА уже сегодня имеет много миллиардов оборотов, он предлагает вам сотрудничество. И так как я не говорю в двух словах, если вы делаете оборот, то мы будем платить вам вознаграждение так, как было рассказано. Уже здесь товары заскладированы на складах в России. И с 15 марта можно начинать бизнес. И с 15 марта можно начинать бизнес. И с 15 марта мы очень большим любопытством будем ожидать, кто будет та русская или русский бизнесмен или бизнеследи, который смело начнет этот бизнес и достигнет большого уровня здесь. Вы можете быть этим человеком тоже. Никто не может вам сейчас сказать, что вы способны или не способны делать этот бизнес. Если вы все-таки решите так, что это все-таки не то, чем бы вы хотели заниматься, то есть это гарантия, которая говорит о том, что стоимость двух стартовых наборов, которые составляют 1850 рублей, вы получите обратно. И стоимость первых двух стартовых пакетов, двух уровней стартовый набор составляет 150-1700 рублей, всего 1850 рублей. И в эту сумму уже включено 4 номинования продукции. Кроме этого есть еще 100-балловый стартовый пакет, в котором подобранные наилучшим образом будут, чем ВСК продукции из того ассортимента, что есть сейчас. И если вы подключаетесь, используя вот этот набор 100 баллов, вы получаете дополнительно 10% скидки. В тот момент, когда вы будете регистрировать свой договор фонвай. Естественно, вы не обязаны подключаться сразу, используя 100 балловое подключение. Но если мы смотрим на это с предпринимательской точки зрения, то только вот такого подключения есть смысл. Но если вдруг вы передумаете, вы можете вернуть все абсолютно обратно и всю продукцию из стартового набора, и вам ВСК вернется деньги назад. То есть вы ничего не потеряете абсолютно. То есть, каким образом строится это предпринимательство? Ну давайте посмотрим, кто те люди, которые вообще занимаются подобным бизнесом? Конечно, все, что такого, чтобы все этим занимались, такого не будет. Кто будут те люди, которые этим будут заниматься? И почему? И почему? Если вы поедете в Токио, и посмотрите вокруг себя в городе, вы не видите, но в них не написано, что кто занимается этим бизнесом, а кто нет. Хотя в Японии, например, это один из самых больших рынков во всем мире. Первое место занимается Китая сейчас. Таваль из ИРРА-т. В прошлом году Китай вышел на первое место. Один миллиард долларов. За один год они достигли роста оборотов в своем бизнесе на один миллиард долларов. Америка. Соединенные Штаты Америки безусловно. Это три первых страны в мире. Вы знаете, занимаются этим бизнесом старые и молодые люди. Есть такие люди, которые делают это вместе со своими половинками, есть, которые делают это самостоятельно. Есть старые и молодые. Мы знаем таких людей, которые в 75 лет построили бриллианты бизнес. И мы знаем такого человека, который в 18 лет построил бриллианты бизнес. Внутри них есть верующие люди, есть атеисты. Есть христиане. Есть христиане, христиане, мусульмане, евреи и буддисты, кто угодно. Самые разные люди. Этот бизнес везде действует абсолютно. Но кто эти люди? Но есть один общий знаменатель, который связывает всех этих людей. Как правило, такие люди берутся за это предпринимательство, у которых есть в жизни цели и мечты. У них есть очень серьезная причина, чтобы построить бизнес. Потому что они видят, что благодаря этому бизнесу они могут изменить свою жизнь в лучшую сторону. Они могут, например, возвращать свои долги. Они могут отдать своих детей в лучшую школу, например, за границей. Они могут купить себе новый дом, новый жилье. Они могут купить себе новые дома, новые жилья. Они могут проводить путешествия в различные красивые места. И в конце концов они могут организовать для себя такую жизнь, которую только могут себе представить. И они поэтому начинают этот бизнес. У них есть цели, у них есть мечты. И они согласны очень много работать ради этих целей и мечтаний. И это первый и самый главный шаг. Я не могу знать, какие в вашей жизни есть цели. Но вот если бы вы могли желать чего угодно, то чего бы вы пожелали для себя? Потому что если у вас этого нет, это не дают в стартовом наборе. Это либо в вас находится эта вещь, или в вас этой вещи нет. Это внутренняя движущая сила, которая необходима для того, чтобы кто угодно мог достичь успеха в жизни. Потому что никто не сможет заставить вас что-либо делать в этом бизнесе и достигать каких бы то ни было результатов. Но если у вас есть сила, если у вас есть энергия, то вас никто не сможет ограничить, чтобы вы нашли во всей России шесть серьезных людей, которые хотят зарабатывать дополнительно 50-60 тысяч рублей в месяц. Если эта цель есть у вас, то все остальное это просто техника построения бизнеса. Так как это, который использует, которую будет строиться ваш бизнес. Тот, кто вас сюда пригласил. А кто вас пригласил. И он вам скажет, составь список из тех людей, которых ты знаешь вообще, с кем ты знаком. Друзья, знакомые и так далее, коллеги по работе, соседи. Я думаю, что не сложно составить список хотя бы 200 человек. И если вы это сделаете, вы получите свои руки огромный капитал. У вас две возможности в руках тогда появляются. Вы говорите, либо вы скажете своим знакомым об этом бизнесе, или кто-то другой им скажет. Третий возможности нет. И тогда, когда вы вместе сядете, посмотрите, как работает этот бизнес, как вы это посмотрите? Мы их пригласили, чтобы вы могли сесть, пригласить на подобную встречу. Это пригласение. То есть вы пригласили своих друзей. Саша, иди сюда. Саша, в 7 часах ты можешь быть в Компедо университете? О чем идет речь? Саша, иди сюда. Саша, иди сюда. Саша, иди сюда. Саша, иди сюда. Давай посмотрим вместе одну предпринимательскую возможность, которая меня интересует. Я думаю, что она и тебя заинтересует. О чем идет речь все-таки? А вот именно как раз я хочу пригласить, чтобы ознакомиться с фактами и цифрами этого бизнеса, чтобы уже разобраться до конца. Но тем не менее, о чем идет речь? А вот как раз мы идем и поговорим о том, что мы поговорим о том. Конкретно, о чем пойдет речь. Но я не могу сказать конкретно заявление, если вы не сможете, потому что у вас нет возможности закончить, конкретно рассказать до конца суть этого предложения, то не стоит начинать. Потому что многие люди говорят так, давай, я тебя приглашаю, посмотри МВАЙ. Беда в том, что ваши знакомые не знают, о чем идет речь. Или скажут о построении сетей, сетевой маркетинг и так далее. Это не стоит такие вещи. Старик, у меня есть к тебе персональное бизнес предложение. Я хочу, чтобы ты пришел и выслушал его. Но о чем идет речь? Старик, я прошу тебя, выслушай от начала до конца все мое предложение. А именно речь идет о показе маркетинг плану, то есть то, что вы сейчас видели. Там, где мы говорим об МВАЙ, там, где говорим о товарах, там, где говорим о деньгах, и о том, как мы это делаем. И наше предложение следующее. Ты и я, мы это сделаем. Когда мы можем смотреть глаза друг к другу. Я сказал Габару, ты и я, мы это сделаем. Что сказал Габар на это? Никогда, это исключено. Он сказал это мне. Эл Вейт, никогда в жизни это исключено, чтобы я этим занимался. Что я ему сказал? Я ему сказал, я так и думал, что ты это скажешь. Подпишись вот тут, но очень так жестко подпишись, потому что очень много, там три экземпляра нужно, чтобы пробило все три экземпляра. И вот он сидит здесь как бриллиант. Мы не знаем наперед, как люди будут решать. Но две возможности. Поэтому есть две возможности. Первый взгляд, если честно, Вей не обязательно выглядит очень привлекательно. И без того, чтобы поставить глаза друг к другу и сказать, старик, мы с тобой это сделаем. Это не предложение. Ты говоришь, Coca-Cola. Ну и что? Давай выпьем по бутылочке Coca-Cola, что ли? В чем предложение, Coca-Cola? Где суть предложение? Это не предложение. Это название фирмы. Я не работаю на МВЭ, мне не платят зарплату МВЭ. Я хочу сделать бизнес. Вот это маркетинг план. И у людей есть две возможности. Или они скажут либо да, либо нет. Мы это наперед знаем. Сто процентов. Третий возможности нет. Но в конце концов, он говорит или да, или нет. Вы знаете, оба ответы очень хороши. Я уже наперед знаю, сколько людей скажет нет, сколько знает да. Тот, кто говорит нет, говорит мне этот бизнес не интересует. Супер. Очень хорошо. Мэйк термякет ты хочешь попробовать? Фокремет. Какой из товаров ты бы хотел использовать в первую очередь? Испробуй. 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 Зубную пасту или стиральный порошок. И вот таким образом становится человек покупателем. И так образуются у нас покупатели. Абсолютно не таким образом, как многие представляют, что мы берем товар и несем кому-то надо. Мы говорим, купи у меня что-нибудь. Хотя ведь это будет первая реакция. Люди будут это делать в России. Они будут покупать товары со скидкой на складе. И будут ходить по квартирам своих друзей и предлагать им купить эту продукцию. Это не запрещено делать, безусловно. Но нет, это является рекомендованным порядком действия в этом бизнесе. Испробуй, что мы делаем, что мы делаем? Испробуй, как мы это делаем и что мы делаем вообще. Пусть он посмотрит маркетинг план потому что он посмотрит на нас. И если он сказал, что нет, мы ему скажем, нет проблем, абсолютно никаких проблем, пожалуйста, какие товары ты хочешь попробовать? И чтобы ты в первую очередь хотелось попробовать? ЛОС или фоккрем. ЛОС или зубную пасту? И вот таким образом у нас будет 10-20 покупателей, вы знаете, больше не нужно. Если из вашего списка 200 ваших друзей вейт маркетинг план гарантия, что у вас будет 20 покупателей. Я вам больше скажу, если я это делаю, у меня все покупатели. Но в принципе это не надо, чтобы все старые покупатели. 10-20, это фальст. Для того, чтобы иметь 200 баллов лично оборотах, кто говорит, да, из них будет 2 категории людей. Вон, аки csak ази регистрирует, что взрослой из всех продуктов, это большой керарок. Будут такие люди, которые будут регистрируются для того, чтобы получать товары со скидкой. Ко всему ассортименту будут получать доступ со скидкой. Телесен окос. И вот очень разумный шаг. Он заказывает из дома, бесплатно будет получать на дом продукцию. Он даже свой спонсор не будет знать по большому счету, он ему и не нужен будет для этого. И будет потреблять эту продукцию. Удобно, качественно, гарантиями. И это тоже балл. И будут такие люди. Несколько. Которые построят сеть. Большую сеть. Которые научатся показывать маркетинг план. Которые настолько серьезно думают об этом бизнесе, что он посмеет встать перед людьми. Он пригласит своих друзей. И то, что он выучит об этом бизнесе, он передаст этим людям дальше. Именно из этого человека будет такой человек, который в будущем станет бриллиантом. Но кто это будет, увы, мы на период этого не знаем. Поэтому я предлагаю тебе буквально пригласить всех без разбора. Они пускай, они выбирают. Пускай они решают, их это интересует или нет. Ты никогда не решай наперед ни за кого. Меня никто персонально не пригласил бизнес-эмвэй. Я очень случайно попал в этот бизнес. Мне случайно в руки попала кассета, где вышла речь о бизнес-эмвэй. Но беда в том, что не было в ней написано, что это эмвэй. И к примеру, 2 года назад, верно, один человек и эмвэй. Следующий шаг. Мы пользуемся продукцией. Мы перестраиваем свои домашние хозяйства на использовании эмвэйских товаров. Мы используем, мы заменим те товары, которые мы использовали до этого момента. Я, например, поменял у себя дома пену для бритвы, поменял свой бритву, поменял свой шампунь. В машину я бачоком мывки стекла, заливаю мвэйских стекла для матья стекла. Мвэйским шампуньем я мою голову. В Австралии, когда начинал бизнес, мой спонсор мне сказал, Фигеть, Джеймс. Он сказал, Джеймс. Даже если я там вывискал шампунь, у нас выпадут волосы, но мы все равно будем пользоваться этим шампуньем. Но мы все равно будем пользоваться этим шампуньем. Но по крайней мере будем пользоваться ми бриллиантами тогда. Но вы поймите правильно, товары исключительно высокого качества. Видите, я уже 15 лет моем вывиским шампунем головой, я не лысый до сих пор. То есть вместо того, чтобы мы пошли продавать больших количествах, мы пользуемся всеми товарами. Мы становимся сто процентными потребителями продукции. И представь себе. Если только, допустим, только в этом зале каждый купит только одну зубную пасту. Мы никому ничего не продавали. Но если кто-то себе что-то купит, это уже большой оборот. И когда начнешь пользоваться, то твои друзья начнут, откуда у тебя этот эмоциональный, мне достать. И когда, тем более, если ваши друзья будут видеть, чем вы занимаетесь, вас будут покупатели сто процентов. Можно продавать. И нужно научиться продавать. Но если честно, то это очень маленький. Если мы уже научились продавать, то нужно научиться продавать это как бизнес возможности. Чтобы мы сам бизнес как возможность продавали другому человеку, чтобы он, используя ее, мог достичь того, чего он хочет. Это ключ к нашей деятельности. Это вот как раз маркетинг план. По большому счету сейчас я хочу продавать. вам эту возможность как возможность. И автоматически я вместе с нею продаю саму продукцию МВИ. Но наоборот, это, к сожалению, не работает. Потому что если вы продадите МВИ-овские товары кому-нибудь, как бы то ни было. И тот, кто купил его у вас, он не слышал маркетинг плана. И если я его приглашу и покажу ему этот план, то ко мне он вступит. Вы потеряли таким образом своего покупателя и своего потенциального партнера. Поэтому этого нельзя допустить себе. Что бы какого-то существующего покупателя обслуживать без того, чтобы он знал, о чем идет речь в этом бизнесе. Я в Австралии знаю такого изумруда, который 7 лет был чем-то покупателем. И не слышал маркетинг плана. И потом кто-то другой ему показал этот маркетинг план. И он вступил к нему. Тот, у кого 7 лет назад, на протяжении 7 лет покупал продукцию. Потерял его как покупателя. А это человек, кто изумрудом у него и в Венгрии есть бизнес, и в Европе, и в очень многих местах. Именно поэтому мы всегда показываем сначала маркетинг план, сам бизнес, а потом уже продукцию. И последний шаг. Весь этот процесс работает в одной системе. И совершенно не случайно происходит вещи в этом бизнесе так, как происходит. У этого бизнеса есть почти 50 летняя история. И за эти 50 лет у нас уже на сегодняшний день есть очень такая рафинированная система, при помощи которой можно быстро и качественно построить этот бизнес. Если бы вы знали то, что знаю я об этом бизнесе, если бы я смог передать эти знания вам в вашу голову, я вам гарантирую, что через год вы были бы миллионером. Но я не могу вам передать свои знания. Вы можете взять эти знания у меня. Но вам придется шаг за шагом изучать нюансы этого предпринимательства. И здесь на русском рынке у нас единственный шанс, которые через бизнес семинары, так называемые тренинги по развитию мы можем передать вам знания об этом бизнесе. И мы будем делиться с вами этим знаниями, а вы можете их от нас получить. Почему мы это будем делать? В бизнес мире это не логично. Если у кого-то есть хорошо действующий предпринимательство, он как правило мало кому рассказывает о том, как он его делает. Давайте вернемся к примеру. Вот есть вы. Ваш бизнес хорошо работает. Вы спонсировали очень хороших людей. И вы двигаетесь вверх по карьерной лестнице, зарабатываете все больше денег. Но то, что вы знаете об этом бизнесе, ваш личный опыт. Вы делитесь этим опытом своими друзьями. Или держите это у себя. И будете ждать, пока они сами догадаются, как они могут достичь большего уровня. В чем заключается ваш основной интерес? Если вы уже спонсировали своих друзей. Чтобы они достигли как можно больших успехов, как можно быстрее. И если вы к этому добавите что-то, свой опыт, свои знания. То вы это сделаете. Я почему здесь нахожусь. Потому что я бы хотел своих друзей видеть еще более успешными, чем они есть сейчас. Поэтому я говорю только такие вещи вам сейчас использую, которые ваш бизнес будет лучше развиваться. Потому что это мой изначальный интерес в том, что чем лучше вы будете этот бизнес делать, тем лучше будет мне. И то же самое это будет справедливый для вас. Так что помимо того, что в этом бизнесе есть очень много денег. И другими словами, про что я сказал, где-то треть оборотов возвращается в карманы людей. У нас есть еще другая отношения и интересованность друг к друге в передаче знания об этом бизнесе друг к другу. Я пытаюсь объяснить о том, что бы я делал на вашем месте, если бы я был сейчас на вашем месте. Это очень странный бизнес. Это очень необычный бизнес для нас, чужой, потому что мы его не делали раньше. Поэтому никто не может на 100% быть уверенным. Изначально, что может ли он это построить. И первый самый важный вопрос, который зайдут люди, это стоит ли вообще заниматься этим бизнесом. И кто-то доходит до того момента, что говорит, да, вообще-то наверное стоит заняться этим бизнесом. И сразу возникает вопрос этого человека, а я смогу это сделать? Этот же вопрос задавал самому спонсору в Австралии. И я не уверен в том, что я его построю. Он построил мне в глаза. Он у меня дома возраста с ним. Он построил мне в глаза. Нам было 30 лет тогда. Он приехал на серебристом Порше. А я нет. Он построил мне в глаза. Он построил мне в глаза. Я говорю, я не знаю, смогу ли это сделать? Он говорит, ты никогда не будешь знать, потому что ты не попробовал. Так что хорошо, я попробую. Но ты же пробуй, я не знал, чего достигну в этом бизнесе. Если вы стартуете в этом бизнесе, я вам рекомендую профессионально стартовать в этом бизнесе. Это только предложение. Вы не обязаны этого делать. Попробуйте, испытайте эти товары, разберите их, поливайте, наносите, делайте, что хотите. Убедитесь в том, что это хорошая продукция. А до тех пор, пока вы в этом не убеждены, вы не сможете никому ничего предложить. Если вы это используете, эти товары будут хороши, то тогда составьте список. Научитесь показывать маркетинг-план. Пригласите своих друзей к себе домой. Не нужно покупать такие профитабли. Даже не обязательно вам иметь такую профессиональную доску. Даже на листе бумаги можно набросать схему маркетинг-планок. Вы можете спокойно, так как я сейчас использую записки, не нужно быть идеальным. А в этом предложении только то, чтобы ваши друзья в ваших глазах видели, что вы серьезно это хотите сделать. И вы подходите на семинар. И учитесь. И пригласите на этот семинар, и пригласите своих друзей, чтобы они могли учиться. И семинар является тем средством, которое, если вы будете разумно использовать, это так запустит ваш бизнес, что вы даже не сможете представить себе это сейчас. Как можно использовать этот семинар? Потому что на семинарах на сцене будут выступать люди, которые достигли каких-то успехов. 3%, 6%. И люди, проходя по сцене, будут махать руками. И будет проходить парад этих уровней перед вашими глазами. И если вы достигаете какой-то уровень, вы тоже не можете выйти на сцену, и поприветствовать своих попереков. И у вас друзья, которых вы пригласите, говорят вас на сцене, и они говорят, что оба, действительно? Саша, серьезно это делай. Семинар отличная реклама для вас и вашего бизнеса. И когда ваши друзья выйдут на сцену, вы чувствуете это удовлетворение и радость относительно того, что бизнес ваш хорошо работает. Все выступления на семинарах, будут построены таким образом, чтобы научить ваших партнеров думать категориями бизнесменов. И слово на семинарах получают только те люди, которые уже построили то, о чем идет здесь речь, сейчас только в теории. То есть это полная ответственность, что человек может говорить о том, что нужно делать, потому что он это уже сделал. И если вы разумно и умно используете эти семинары, то вы очень быстро сможете подготовить людей в своей группе. Или вы выбираете вариант, когда вы будете в одиночку все пытаться сделать. Вы попробуете сами обучить своих партнеров этому бизнесу. Отхон. Дома. Или где-нибудь в кафе встретитесь, может быть, не знаю. Нет никакой сцены, нет парада. Есть убеждения друг друга. Но это не будет работать. Но это не будет работать. А сцена. Это то средство, которое производит большой бизнес. Когда я попал на первый семинар в Сиднее, я был 3%-ом, наверное. И где-то так же был первый ряд сидений близко сцены, как здесь. И один выступающий вот так стал на край сцены. И кричал. И слюни влетели с его рта. А я сидел внизу. Мне очень болела шея, потому что я должен был задрать голову, чтобы видеть его. И потом были признания. И вычислить две женщины. Две сестры, которые работали в местной больнице. Новые жемчуги, то есть у которых 3 20% группы образовались в этом месяце. Они вышли на сцену. А в основном, ха-заспарок делали один. Как правило, что они строят семейные пары. Очень редко, но бывает, когда вот такие ситуации. И одна женщина в руках был микрофоном, она хотела представиться. Она сказала, меня зовут... Ахахахаха... Ахахаха... Меня зовут... Меня зовут... Меня зовут... Меня зовут... Меня зовут... Она не смогла сказать... Как ее зовут? А я там сидел... Я говорю, боже, так такого быть не может. Если даже такой человек, который себя назвать не может, может жить или так, так я уже за 5 минут буду бриллиантом. Вот почему нужен семинар. Я скажу вам еще что-нибудь. Может быть, сейчас будете идти домой, будете думать по дороге, я не знаю, работать будет для меня или нет. Будьте скептиком, анализируйте, разбирайтесь, собирайте факты. Но я вам наперед предскажу. Те лица будет этот бизнес делать большим, которые, когда вы их увидите, вы не поверите своим глазам. Я вам совершенно серьезно говорю. Я вам совершенно серьезно говорю. Вот почему нужно попасть на семинар. Потому что или вас это будет вдохновлять то, что вы будете видеть на сцене. То есть гениальные, интеллигентные, умные, красивые люди. Или вас рассердят те люди, которые, ну мягко говоря, будут не такими умными, как вы. Но в 10 раз больше будет зарабатывать, чем вы зарабатываете. Вот это был мой кошмар. Возле моих родителей жила одна дама. Она была алкоголиком. И она бутылкой в свое время выбила себе два передних зуба. И моим кошмаром постоянным было следующее, что она станет бриллиантом. Она найдет шесть человек. Хорошо вмажет и позвонит, и будет смело и пригласит людей. Она не будет анализировать, надо это делать, не надо. Она вмажет и позвонит жестовым человеком. И она попадет на обложку журнала. Мы не знаем, кто станет успешным в этом бизнесе. Но этот бизнес будет работать для того, кто им будет заниматься, кто его будет делать. Мы точно так будем рады аплодировать безумой тете Розе, как огромному, всеумеющему, супергалактическому, скептическому, крутейшему предпринимателю. Начните этот бизнес профессионально, потому что все, что вы делаете, будет копироваться. Вы будете примером показывать, что нужно делать. Так что сделайте эти вещи, которые вы ожидаете своих партнеров, что они их тоже сделают. И будьте на этом семинаре. И мы на семинаре пригласим лучших людей мира. И пока у нас нет другого средства в наших руках здесь на российском рынке, давайте максимально используем это средство. Я совершенно четко знаю, что русский, венгерский человек ничем не умнее русского человека. Я очень высоко ценю эту страну и очень мне нравится то, что вижу здесь. Я вам говорю, что здесь среди вас в этой стране будет очень много успешных людей. Будет образовываться огромное состояние при помощи этого бизнеса. Среди вас спустя несколько лет будут люди, которые станут миллионерами в долларах. Вы такой пример можете показать людям в этом бизнесе, что даже вы себе этого представить не можете? Я вам больше скажу, эта страна нуждается в том, чтобы кто-то из вас построил большой бизнес-эмвей. Эта страна нуждается в том, чтобы был один или десять или сто таких россиян, которые показывают свою миру, на что они способны. А если в олимпийских играх Россия всегда занимает одни из ведущих мест. Потому что в них всегда есть этот дух соревновательный, они хотят доказать всем, на что они способны. Я абсолютно убежден, что среди вас есть тоже такие люди, которые только из-за этого покажут, чтобы весь мир увидел, на что мы русские способны. Вложите себя максимально с полным напряжением сил, но не на три дня. А на 6-12 месяцев. Я большую часть своего бизнеса, который я сейчас располагаю, построил за 18 месяцев. Где-то 350 раз я показал маркетинг-план. Друзьям, знакомым, родственникам. 350 вечеров я провел. Я рассказывал, где угодно эти маркетинг-планы. И в Будапесте показывал, и в Сиднее показывал. В больших городах, маленьких городах. Я показывал этот маркетинг-план в виллах, и показывал очень маленьких квартирках. Большинство этих 350 планов было семейными планами. 10-15 человек собралось на квартире. И спустя 18 месяцев. Ну, грубо говоря, я вместе показывал 20-30 планов. И я не останавливался. И это мой секрет. Никто не может остановить в том, чтобы вы показывали маркетинг-план, чтобы вышли к людям и несли эту возможность. Но никто вас и не заставит это делать. Это все вам поручено. Вам доверено это все. Возможности открыты. Я уже наперед говорю, что небольшой хаос будет здесь в начале при открытии этого бизнеса. Это везде во всем мире так происходит. Так что будьте выдержанными и терпеливыми. Выложите себя в этот бизнес. Идите к людям. Несите эту вещь о том, что этот бизнес работает и как он работает. Покажите маркетинг-план. И будете встречаться с замечательными людьми. Я работаю с прекрасными людьми в этом бизнесе. Во всем мире. И я хочу предоставить вам познакомить вас несколькими исключительными людьми, которые здесь находятся среди нас. Те, которые сделали бриллиантовый бизнес. Здесь очень много руководителей в этом зале. Но из-за того, что у нас уже нет времени, я хочу пригласить только бриллиантов на сцену. Я хочу рассказать вам, кто они, что они занимались. Я хочу пригласить вас на сцену бриллиантов. Я не говорю по-русски, но... Я думаю, меня переведут. Я даю нас отверстики в Словении. Это очень большая страна. Два миллиона человек проживает в этой стране всего-навсего. Это северная часть бывшей Югославии. Я был до этого бизнеса классическим предпринимателем. Сейчас это мое основное занятие. В Словении, в большой Словении, сотни людей живут из этого бизнеса очень хорошо. У нас из 25 изумрудов два бриллианта, и мы ждем нового бриллианта. Двух бриллианта. Я могу сказать вам, что самый большой шанс для России для тысячи из вас, россиян. Потому что в классическом бизнесе всегда есть возможность для двух-трех человек. Так что проверьте все, и вы будете победителем в своей жизни. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Матэ Габо. Я приехал сюда из Генгрии. Я был учителем до этого бизнеса. Я относился к тем людям, когда начинался этот бизнес. Я был учителем на этом месте, как сейчас. Я был учителем. Я учителем. Я не буду заниматься. Он говорит, хорошо, давай прежде чем семинар. Я сделал, вот так, и здесь у меня вопрос, что я здесь еще вообще? Этот бизнес уже давно закончился, уже все карты розданы, что я здесь делаю? Там прошло некоторое время, мы научились это делать хорошо, я очень много учился у Джеймса, я всему научился у него. Потом идут в Словакии, Чехии, Румынии вместе, потом немножко отдохнув, потому что эти пассивные доходы, которые имел с этого бизнесом, они очень помогали в этом. Я приехал сюда, потому что я знаю, что это будет огромный бизнес, я думаю, чем бы вы ни занимались, может быть, вы большой предприниматель, и вы не понимаете, как все. Или вы чувствуете себя очень маленьким, таким маленьким, который чувствовал себя я, когда был помощником преподавателя университета. Я за это обожаю этот бизнес, потому что каждый из нас одинаково нужно начать этот бизнес. С нуля, с таким набором в руках, и не важно, каким бы вы ни были в этой стране, это абсолютно невидимое значение. Но через пять лет, где вы будете, вот это имеет значение. Спасибо, что вы думаете. Доброе утро, Стана! Доброе утро, Москва! Я вас поздравляю. Поздравляю тем, что к вам пришла эта прекрасная возможность, это шанс. Я девять лет тому назад познакомилась с этим бизнесом, я теперь живу в Венгрии. Девять лет тому назад я тоже слышала в таком же зале, как вы сегодня. Поднимите руки, пожалуйста, кто первый раз сегодня получил эту информацию. Замечательно! Я когда услышала об этой возможности, я вам скажу правду, что я не верила. Потому что хотела всю жизнь хорошо жить, но я еще не слышала об этом бизнесе. И думала, что можно хорошо жить только так, чтобы выйти за богатого человека замуж, или инвестировать куда-то большие деньги. Мне ни то, ни то не было. И когда я услышала об этой возможности, меня пригласили на семинар, на котором я увидела таких же людей, как я. Увидела людей, которые гораздо умнее меня, и которые действительно и так не умели еще говорить, как я. Я вам могу сказать одно. Я начала строить этот бизнес, и через 5 месяцев сделала уровень 21%. И я очень влюбилась в этот бизнес. Почему? Потому что дает этот бизнес тот человек, чего хочет в жизни, того и дает. Почему? Дает уважение партнера, дает любовь друзей, дает море друзей, дает столько денег, сколько вы хотите, дает уважение семьи, дает все, чего только хочет человек. Я в этом бизнесе получила все, о чем только мечтала в своей жизни. Что мне еще дал, это много путешествий, много поездки. Вы каждый можете стать успешным в этом бизнесе. 9 лет тому назад, когда я познакомилась с бизнесом, я тогда была домохозяйкой. Хотя 30 лет тому назад я работала здесь у вас в Москве, экскурсоводом. Многие знают, я 21 раз видела Ленина. Как и специально. И знаете, за эти годы я сегодня поднимала руки, что я до 6 лет стала бриллиантом. Это неправда. Если я работала 2 года, это хорошо. Просто 6 лет прошел в этом бизнесе, когда я уже сделал этот бизнес. Я не каждый день работала в этом бизнесе. Ну что он мне дал, уже в нашем бизнесе 6 бриллиантов, очень много изумрудов. И что столько здесь будет в этом бизнесе и вперед. Это даже задуматься очень приятно. Желаю вам правильного решения, бессонных ночей. Думайте и богатейте. Возьмите свою судьбу с вашей руки. Будьте успешными, будьте богатыми. Спасибо. 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 Большое спасибо. Большое спасибо, что вы представились. И мы едва дожидаемся тех из вас, кто уже из вас будет представляться. Включайтесь в работу, в обучение. И построите большой бизнес. Много успеха вам к этому. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok